Всем привет, друзья! Это видео для тех, кто любит играть электро-блюз и импровизировать. Я преподаю гитару уже более 15 лет, и ко мне постоянно приходят студенты с одними и теми же жалобами. Ну, главные жалобы это, прежде всего, то, что импровизация получается довольно скучная. Гитаристы выучивают одну или пару позиций пентатоники и начинают туда-сюда ходить по грифу. А что при этом должно происходить, чтобы получалось здорово и увлекательно, непонятно. Из этого вытекает следующая проблема, что соло похожи друг на друга. Под какой бы вы бэкинг трек ни играли, какую бы вы тональность ни брали, все соло звучат как одно. Даже если гитарист прорывается через дебри самого начального этапа, все равно, чаще всего, он застрывает в этапе следующем. Получается играть ловко и душевно под слоу-блюз и шафл, если он не очень быстрый. Но если надо сыграть фанк, джам-блюз или буги, то гитарист сразу теряется. И все его имеющиеся наработки совершенно не звучат в перечисленных выше стилях. Многие гитаристы просто не знают, какие соло стоит сыграть для того, чтобы это принесло не просто удовольствие, а еще и реальную и, что важно, максимальную пользу. Кому-то просто надоели одни и те же классические блюзовые ходы, а-ля Альберт Кинк и Стивер и Вон. Хочется выучить чего-то необычного и то, что в потенциале может действительно звучать как ваш собственный стиль. А многие, что довольно удивительно, но тем не менее, не очень сильно разбираются в блюзе, не знают его подвидов, жанров, а просто имеют то, что называется низкую наслушанность. И, как показывает практика, пытаясь решить все эти проблемы, блюзманы начинают смотреть немного не туда, куда надо. Гитаристы закапываются в попытках найти разнообразные экзотические лады, пытаться найти нестандартные ходы у навороченных фьюжн-гитаристов. Ну и мое любимое, конечно же, искать такое оборудование, которое звучит действительно по блюзу. Их главная ошибка в том, что они считают, что проблема их скучности это то, какие ноты они играют. Понятно, что ноты важны, и минорную пентатонику никто не отменял, но во многом блюз, и об этом как раз задумывается довольно мало, это прежде всего правильная, аутентичная ритмика. Возьмем классику Биби Кинг и Альберта Кинга. Зачастую они играют свои соло в одной-двух позициях пентатоники, но за счет фразировки, чувства стиля, чувства ритма, их соло звучат просто восхитительно. Опытный блюзман может играть вообще три ноты из так называемой скучной минорной пентатоники, и это будет звучать максимально похоже на блюз, максимально классно. И при этом это будет во многом опережать какие-то удивительные пассажи с экстолями по натуральной японской гамме. Как же нам надо прокачивать нашу фразировку и нашу ритмику? Для этого важно играть в разных поджанрах этого блюза, а не только в слоу блюзах, мажорных и минорных, или шафле. Что, кстати, тоже делают далеко не все. Ну и для того, чтобы помочь вам разобраться во всем этом и наконец-то заиграть так, как надо, мы и записали курс 7 оттенков блюза. В этом курсе мы разберем 7 разных ритмов и поджанров блюза. Я покажу характерные приемы и фишки для каждого из этих стилей. Особое внимание я уделю именно ритмическим мотивам, чтобы вы зазвучали стильно. Ну и каждый блог и каждый стиль мы с вами будем заполировать учебным соло, которое я придумал к каждому из этих разделов. Таким образом вы увидите и услышите, как это работает на практике. Естественно, сыграв такое соло от начала до конца, вы въедете в тот или иной крув в блюзе. И вот из каких разделов состоит этот курс. Первый соло это так называемый straight blues или прямой блюз. Вы можете хорошо знать такой стиль по таким песням, как Born on a Bad Sign Альберта Кинга. В этом стиле можно играть довольно-таки изысканно с точки зрения ритма. Но помимо того, что я покажу вам, как это сделать, мы с вами коснемся такой интересной темы, как совмещение мажорной и минорной пентатоники. Здесь мы поистину сможем разгуляться на этом поле, и я уверен, это принесет вам много идей для ваших собственных импровизаций. Второй раздел это снова прямой straight blues, но в этом разделе это будет минорный блюз. То есть такие песни, как всеми абсолютно любимая и известная Thrills Gone. Помимо характерной ритмики, которую вы изучите, просто сыграв эти два квадрата соло от начала до конца, я расскажу вам, как сделать подобного рода блюзы действительно минорными, но при этом не сиропно-минорными, а звучащими современно, изысканно и действительно интересно. Третий раздел это максимально дрововый, игровый и танцевальный фан-блюз. В этом разделе я буду уделять большое внимание ритму и тем упражнениям, играя которые от недели к неделе, вы будете все больше и больше качать игрой ваших соло. Помимо упражнений на ритм вас ждет изысканный и современный блюзовый материал, в котором будет соединена смеси мажорной и минорной пентатоники, пассажи с использованием блюзовой ноты и даже кусочки миксолидийского лада. Не пугайтесь, это все будет преподнесено вам в доступной и очень понятной форме. Четвертый раздел это настоящее золото, ведь это все-таки медленный, но минорный блюз. Здесь можно упомянуть всеми горячо любимую Blue Jean Blues от Dizzy Top. Ну и естественно такие блюзы как Since I've Been Lovin' You группы Led Zeppelin. Я покажу вам как можно рвать душу ваших слушателей посредством ваших гитар и рук. Когда я играл концерты практически каждый день, мой опыт подсказывает, что именно такие минорные и медленные соло находят максимальный отклик в сердцах ваших слушателей. Ну и после того, как мы с вами изрядно погрустили, в пятом разделе мы сыграем с вами Swing Blues, он же Jump Blues. Это быстрый танцевальный ритм. Часто вы можете слышать его как в записях ваших любимых исполнителей, от кого угодно, от BB King'а до Sterevo, до того же самого. И именно подобного рода ритмы вызывают проблемы у гитариста. Просто потому, что надо играть, а самое главное соображать быстро. Для того, чтобы не теряться в подобных рода ритмах, гитаристы часто используют предшедшие к нам из раннего и более позднего джаза элементы, которые называются хроматизмом. Играя хроматическую гамму, во-первых, звучит дорого и с джазовым лоском, а во-вторых, это действительно, как ни смешно, позволяет вам играть быстрее, просто потому, что часто вы играете вместо двух нот на одной струне четыре. Таким образом, это правда играет легче и быстрее. Такой вот технический момент, тем не менее, это работает. Также в этом разделе я покажу вам прикольный так называемый лайфхак. Как играя одну и ту же фразу, можно звучать один и даже несколько квадратов, лишь распаляя внимание вашей аудитории. В шестом разделе мы разберем довольно экзотический, но тем не менее, от этого не менее актуальный так называемый кантри-блюз. Его называют еще two-бит, два-бита, dudes-батс или паровоз от названия, собственно, той барабанной партии, которая играет барабанщик в тех или иных песнях. Все вы знаете песню Maddie Waters'a Got My Emoji Walking, и это как раз оно. В этом разделе я покажу вам, как здорово работает мажорный пентатоника в таких стилях, и покажу вам несколько заготовок, при помощи которых вы сможете строить свои линии в этом жанре, которые будут звучать еще и максимально стильно с вот тем самым кантри-рок налетом. Также в учебном соло вас ожидают прикольные кантри-бенды, которые имитируют так называемую гитару Lab Steel. Это когда она лежит, и гитаристы играют слайдом. Они звучат прикольно, играть их несложно, но это дает максимальной стильности вашему импровизации. Ну а в седьмом заключительном разделе мы дадим с вами еще большего жару и поиграем в так называемые буги. Все вы знаете песню Lagrange, группы ZZ Top, опять же, и вот подобного рода ритм, и называется буги. Здесь мы разберемся, как играть в открытых позициях тональности Mi. Они часто вызывают затруднения у всех гитаристов, потому что никто не знает, что там играть. Кроме того, в учебном соло я рассыпал целый кладезь характерных вертушек, которые выручат вас вообще в любой ситуации и не обязательно только в стиле буги. Со стороны многие такие вертушки могут казаться быстрыми и даже пугающими, но в этом разделе я покажу вам, как работать с вертушками и с быстрыми фразами для того, чтобы вы могли с ними совладать, приучить и использовать в своих импровизациях. Часто студенты делают одни и те же ошибки, поэтому они не могут играть быстро. Это даже, в общем, не связано с техникой, а с чем? Уветивку. Все уроки сопровождаются табами, минусами, под которые вы сможете сами играть. И, естественно, каждая соло будет мною замедлена для того, чтобы вы смогли лучше понять, что же я там играю. Так что, друзья, если вы действительно хотите научиться всему этому великолепию и свободно заиграть в вышеперечисленных жанрах и стилях, то нажимайте на ссылку под этим видео. Как всегда, в неделю запуска этот курс доступен вам по сниженной цене, да еще и с тремя дополнительными бонусами. В первом бонусе я рассказываю вам, кого из великих музыкантов можно послушать в каждом из этих семи стилях. И вы, возможно, станете богаче на еще парочку любимых блюзовых альбомов. Во втором бонусе мы с вами разберем самый редкий блюз в природе. Это минорный шафл. И да, это еще и один дополнительный разбор соло аж на одну минуту. Вы станете, как говорили байкеры в Америке, 1% из всех гитаристов, которые играли в этом стиле. А в третьем разделе я покажу вам три фразы, которые выручат вас вообще всегда. В любой момент, сыграв одну из этих фраз, вы будете звучать победоносно и просто приятно шокируете своих слушателей. Мы уже записали более десяти курсов по электрическому блюз соло. Но про этот курс я действительно могу сказать, что он вышел одним из моих самых любимейших. Потому что каждое из этих семи, даже восьми соло я довольно долго вынашивал, сочинял. И вообще, если бы у меня была такая идея, можно было из каждого из этого соло писать свой такой мини-альбом. Так что могу сказать, что этот курс подведение моих личных блюзовых итогов за уже более 20 лет игры в этом жанре. Мы уверены в качестве наших курсов, поэтому, как всегда, действует правило 60 дней от первого лада. Поэтому правило, если вам что-то, вообще что угодно, не понравилось в наших курсах, вы можете написать нам и вернуть абсолютно все свои деньги, как я и сказал, в течение 60 дней. Что ж, друзья, я вам все показал, все рассказал. Поэтому, если вы хотите выйти на абсолютно новый для себя уровень в блюзовой, да и не только импровизации, разобрать 7-8 фактически крутейших соло, свободно ориентироваться в разных ритмах, поджанрах, еще и тональностях, то нажимайте на ссылку под этим видео и увидимся в первом разделе курса.